Общий результат, идея доказательства которого, по-моему, должна быть, в принципе, понятна. Получить вас совсем подробным доказательством я не буду, повторяю, оно понятно. Вопрос только в том, насколько понятно, в принципе, эта многомерная геометрия. Давайте у нас в общем случае добавляется вектор А с какими-то координатами. Я их сразу приведу к общему знаменателю. А1 поделить на КУ, А2 поделить на КУ и так далее, АН поделить на КУ. При этом я не просто их привел к общему знаменателю, а, конечно, привел именно, ну, как вот обычно приводят к общему знаменателю. То есть если можно на что-то общее сократить, то я сокращу. Ну, если есть какое-то число, на которое делятся одновременно все наши числа АИТЭ, и при этом еще и КУ на него делятся, я, конечно, на это число сокращу. То есть, иными словами, нота и больше общих делителей чисел А1, АН и КУ равен 1. Предполагается, что вот такого общего делителя у всех этих чисел больше нет. Мы аккуратненько так вот все подсократили, но при этом приведя к общему знаменателю. И давайте этот общий знаменателю представим, ну, вот, в каноническом виде, как основная теорема арифметики говорит. Двенадцать представляли, как два в квадрате на три в петре. Давайте вот так же представим. П какой-то один в степени какой-нибудь К1 умножить на П2 в степени К2 и так далее. умножить на ПС в степени КС, где П1, ПС простые числа различные, П1, ПС различные простые числа. Ну, а К1, КС это какие-то натуральные числа. К1, К1, КС это какие-то натуральные числа. Существование и единственность такого разложения нам гарантируется основной теоремой арифметики. Любое натуральное число, а К, конечно, натуральное число, ну да, любое натуральное число, больше либо равное двойке, может быть представлено в таком каноническом виде. Ну, К, естественно, не единица, правда. Потому что если К равняется единице, это значит, что мы добавили целый вектор, там дефект равен нулю, это неинтересно. Вот, К больше либо равняется двойке, тогда есть каноническое разложение. С, товарищи, это то самое С, которое в задаче про систему представителей. Ну, собственно, вы из конструкции видели, мы же всякий раз брали именно вот эти разные простые числа и каждому ставили в соответствие множество. У нас получалось С множество. Ну что, что такое М1? Давайте это я уже напишу. Это множество всех чисел от единицы до Н и от единицы до Н таких, что АИТ взаимно, взаимно просто с П1. Вот ровно так мы строили все время. Мы берем множество тех номеров координатных позиций, на которых в числителе стоит число взаимно простое с П1. И это называем М1. Согласны, что мы так и делаем? Во всех примерах. Ну, точно так же. М2 это множество всех чисел и от единицы до Н таких, что АИТ взаимно просто с П2. Ну, то есть теперь берем простое число П2 вот в этом ганалическом разложении и смотрим номера тех координат, на которых в числителе стоит число взаимно простое с П2. Ну, взаимно простое, значит, не делящееся на П2, правда? П2 же простое число. Быть взаимно простым с простым числом, это значит на него не делиться. То есть мы берем множество номеров, на которых стоят числители, не делящиеся на П2. И так далее, вплоть до множества М с индексом С, которое определяется абсолютно так же, но только тут стоит ПС. Все абсолютно то же самое. Организуем совокупность М красивая, состоящую из множеств М1 и так далее МС. Считаем размер минимальный сок, минимальный команды, которую мы отправим здесь в Австралию. И теорема состоит в том, что Тау-Атем в точности равняется величине дефекта. Дефекта, который получается в случае, если мы добавляем такой вектор в целочисленные жутки. Вот это общее утверждение. Я могу сейчас попробовать произнести некое рассуждение, которое должно доказывать эту теорему. Хотя бы в одну сторону. Давайте я его произнесу. Но на самом деле, что собственно надо? Надо действительно угадать то L и то B, тот вектор B, которые нам создадут вот то, что они создадут. Друзья, вот это место я прокомментирую так. Я сейчас произнесу рассуждение, оно будет в общем правильным. Ну, кто-то его поймет сразу. Кто-то может поймет его, глядя в записи. Может звучать чуть-чуть абстрактновато, что ли. Чуть-чуть абстрактно, да? Для человека, который не совсем привык к подобным общим рассуждениям. На примерах-то все было понятно, а тут не пример, тут какое-то нервное пространство. Ну, это немножко трудно, я согласен. Но можно иногда послушать абстракции. Зато какая красота. Какое чудо, оказывается, можно составить команду, и это даст величину какого-то дефекта в геометрии чисел. Знаете, это же удивительная связь задач комбинаторики и теории чисел. Я всю жизнь рассказываю про эти системы представителей, но я никогда не рассказывал про эту связь. Ну, по крайней мере, в таких популярных лекциях я не рассказывал. Но как бы это объяснить? Пусть М, вот М у нас вроде нигде нет, да? М у нас вроде нигде нет. Пусть М меньше, чем там от нашего М красивого. Вот, пусть оно строго меньше. Так. Так, пусть М строго меньше, чем там от М красивого. Ну, наверное, вот этот случай он даже будет в каком-то смысле понятен. Там есть некоторые подводные камни, но, значит, интуитивно нам нужно будет понять. Пусть М меньше, чем там от М. Рассмотрим любые М координаты из наших Н. Любые М координаты из наших Н. Абсолютно любые. Из наших Н. Ну, то есть, любое множество, давайте, это то же самое, что... Я точек поставлю. Любое. Это то же самое, что любое множество С большое, которое служит под множеством множества от единицы до Н, и которое состоит из М элементов. Вот рассмотрим любое такое множество. Ну, понятно. Посмотри, глядели на него в луку, глядели и чудо, да? Ничего с ним делать-то, глядели на него, ну, гляди на него до бесконечности. Ээээ. Ну, так ясно, что это множество, каким бы оно ни было, оно не является, не является системой представителей для совокупности М красивой. Потому что минимальная мощность системы представителей, это так... А, я что, а, да, 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 М-то меньше, чем Тау от М. А Тау от М-то это минимальное количество элементов в системе представителей. Значит, если мы взяли абсолютно произвольное С, у которого мощность М, и которая строго меньше, чем Тау от М, значит, С точно не является системой представителей. Ась? Не может же какая-нибудь система представителей иметь мощность меньшую, чем Тау от М. Ну, не может. Тау от М это самая маленькая команда. Мы не можем взять еще меньше. Если мы взяли меньше, то это не команда, мы ее не сможем отправить в Австралию. Какой это предмет она не знает. А зачем нам такая команда в Австралии? Она проиграет. Поэтому давайте так и напишем. Следовательно, С не СОП, не система общих представителей, для М. Что это в свою очередь означает? Ну, система общих представителей, это значит, что в ней есть по представителю из каждого множества. А это означает, что есть хотя бы одно множество, представитель которого не попал, и один представитель которого не попал в С. Значит, следовательно, есть, давайте скажем, такое И, ну или лучше Ж, есть такое Ж, что МЖТ, пересеченное СС, пусто. Ну, вроде тоже будет. Если С не является системой представителей, значит, с каким-то множеством она не пересекается. Ну, пусть у него номер Ж, неважно, какое Ж, это какое-то число от единицы до С маленького. Какое-то число от единицы до С маленького. Ну, вот мы знаем, что МЖТ не содержит ни одного элемента из С, и наоборот, С не содержит ни одного элемента из МЖТ. Понятное дело. Так, ну, давайте еще раз вспомним, что такое МЖТ. Я сейчас попробую коротко это написать. МЖТ, это множество таких И, видите, я специально старался, назвал его МЖТ, чтобы здесь писать И, как я и раньше писал. Я очень старался. Значит, это множество таких И, что АИТ, сейчас я задам вопрос публике, взаимно, ноты записали. Ноты АИТова и какого числа равен в единице? АИТ взаимно просто с кем? С ПОЖИТОВ. С ПОЖИТОВ, правильно? Гениально. С ПОЖИТОВ. Нот равен единице. Я сначала начал просто скобочку писать, потому что часто в теории чисел не пишут слово. Нартом является просто обозначение со скобочками, которое обозначает тот же самый нот. Ну, просто я уже привык к нему, но, наверное, для школьников немножко лучше писать нот. Не знаю. Ну, в общем, короче, АИТ и ПЖИТОВ взаимно просто. Вот множество таких номеров координат, для которых АИТОВ и ПЖИТОВ взаимно просто, где ЖИТОВ то самое ЖИТОВ. Ага, ага. И ВЭС, 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 ВЭС. Нет ни одного такого АИТОВа. Что это значит? Что ВЭС находятся на номера координат. Друзья, давайте так напишем. Это значит, что ВЭС, я прям напишу, чтобы было понятно, что ВЭС находятся номера координат, на которых стоят АИТОВ, делящиеся на ПЖИТОВ, делящиеся на ПЖИТОВ. И только делящиеся. ВЭС нету таких АИТОВ, которые были бы взаимно просто с ПЖИТОВ. ЭС пусто пересекаются с АМЖИТОВ, понимаете? ВЭС нету вот этих элементов АИТОВ, потому что пересечение пустое. Раз ВЭС таких нету, значит, в ЭС находятся только те номера координат, для которых АИТОВ делятся на ПЖИТОВ. Чувствуете? Чувствуете, да? Давайте возьмем теперь, а я же, наверное, могу писать вот на этой доске, правда? Я ее не зря стираю. Чего я буду стирать? Давайте возьмем теперь ЭЛЬ. Чему же РАВЛЬ-то? Сейчас я соображу. КУ поделить на ПЖИТОВ, да? Вот так. Понимаете, что КУ, поделенное на ПЖИТОВ, это целое число? Смотрите, вот оно, я специально ничего не стирал. КУ поделить на ПЖИТОВ, и даже на ПЖИТОВ, техника ЖИТОВ, это целое число. Это целое число, все в порядке. Но давайте вот на такое, ЭЛЬ, вот на такое число ЭЛЬ, домножим наш вектор А. Вот у нас вектор А, домножаем его на это число ЭЛЬ. Что у нас в результате случится? У нас случится вот чего. Все координаты нового вектора, все координаты нового вектора, у которых номера находятся в нашем множестве С, у которых номера находятся в нашем множестве С, какими станут? В С все АИТЫ делятся на ПЖИТОВ. Если мы такие АИТЫ умножаем на УДИОННЫЕ на ПЖИТОВ, что у нас получится? Понимаете, что у нас получится целое число? Да. Значит, вот у такого вектора на координатах из С стоят целые числа. Стоят целые числа. На координатах из С стоят целые числа. Ну, значит, мы можем, конечно, рассмотреть такой вектор АЛ плюс Б, такой вектор Б с целыми координатами Б, естественно, из-за ТЭНК. Мы можем рассмотреть такой целочисленный вектор Б, чтобы все вот эти целые числа превратить в нули. Ну, это же и дело, не помните? Мы подбирали такой А и такой Б, чтобы часть координат сынулилась. Можно подобрать такой вектор Б, чтобы АЛ плюс Б был таким, что на координатах из С стоят нули. На координатах из С стоят нули. Согласны? Помните, вот эта четырехмерная картинка? Я добивался того, чтобы вот тут и тут были нули, и все оказалось вот здесь. Здесь было Е2, Е4. Помните, помните? Е2, Е4, а тут на этих координатах, вот на этих, вот на этих, эй, 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 вот на этих. Тут нули. Значит, мы оказались вот здесь, Е2, Е4. Вот здесь происходит то же самое. Чего мы добились-то? Мы добились того, что вот на этих двух условных координатах, вернее, на всех координатах из множества С стоят нули, да? Это значит, что мы живем в подпространстве какой размерности, какой плоскости, какой размерности. Вот помните, вот мы эти две занулили, мы попали в плоскость, да, в двумерную. Мы были в четырехмерном пространстве, но два направления обнулились. Мы попали в двумерную плоскость. А здесь мы занулили сколько? Мы С занулили, М на самом деле, М занулили. М направление занулили. Значит, в каком подпространстве мы находимся? Два занулили в двумерном, М занулили в анмерном пространстве. Куда мы попали? В Н минус М. Из четырех два занулили, два осталось. Из Н, из Н, М занулили, да? Н минус М осталось. Так, значит, вот эта точка, получается, живет, ну, живет в кавычках, конечно, живет в Н минус М мерном. Страшно звучит, но вы всю эту колюшку представляете? И будет не так страшно. В Н минус М мерном подпространстве. В Н минус М мерном подпространстве. А теперь, внимание! Смотрите вот сюда. Нот равен единице у всех, да? Значит, а что происходит с координатами, которые не занулились, то есть которые находятся в этом Н минус М мерном подпространстве? Вот координаты занулились, какие-то, которые были на позициях с номерами из С, да? А что происходит с координатами, которые вне множества С? Что происходит с координатами, которые вне множества С? Они все будут целыми? Нет! Они не могут быть все целыми, потому что ПК означало, что мы можем на ПЖТ вот в этом месте сократить. А мы не можем, у нас нот равен единице, мы старались. Если бы автоматически занулились не только координаты с номерами из С, вернее, отцелочислились, превратились в целые числа, не только координаты с номерами из С при домножении на такое Н, но и остальные координаты тоже, если бы это несчастье случилось, тогда это бы означало, что П деленное на ПЖТ, что можно на ПЖТ их все разделить. Но это не так. Так вот, это означает, что в этом Н-М мерном подпространстве, в этом Н-М мерном подпространстве, я так выделил, есть нецелые координаты, нецелые координаты, нецелые координаты. А что это, в свою очередь, означает? Вот опять, вспомните эту колючку. Вот мы попали сюда, и тут, помните, была точечка с нецелыми координатами? Помните? Ну что это означает? Это означает, что вот эти два вектора, вот эти два, нельзя было, сейчас, извините, вот эти два, вот эти два, куда попала нецелая координата, вот эти два вектора, вот эти два вектора, нельзя было дополнить до базисов нашей решетки. Через них нельзя выразить вот эту нецелую координату. Но в этом общем случае мы говорим о том, что соответствующие Н-М векторов нельзя дополнить до базисов. Тут было два, а тут Н-М. Понимаете? Н-М векторов нельзя дополнить до базисов. Потому что в пространстве, которое на них натянуто, есть и целая точка нашей решетки. Ими ее никак не породить. Значит, их нельзя дополнить до базисов. Что это означает про дефект, кто может сказать? Ну вот, из того рассуждения про колючку, мы говорили, что дефект больше либо равен двойке, правильно? В рассуждении про колючку. Дефект больше либо равен двойке. Ну и здесь то же самое. Дефект больше, ну двойка, это 4-2. И здесь надо из Н вычесть вот это Н-М. То есть нам точно надо удалить все вот эти вот направления. Дефект больше либо равен Тауну, дефект больше либо равен М. А цена следует, что дефект больше либо равен Тау-Атэму. Дефект больше либо равен Тау-Атэму. И совершенно так же можно доказать обратное неравность. Совершенно такими же рассуждениями. Наоборот, здесь мы брали произвольное множество, которое не является соком. Но давайте возьмем все-таки сок, имеющий минимальную мощность. Ту самую сок, которая имеет мощность Тау-Атэма. Тогда, если мы желаем занулить все координатные позиции, относящиеся к этой сок, то мы вынуждены, поскольку она является соком, тем самым занулить и все остальные координаты. Вот здесь мы сумели, взяв не сок, добиться того, чтобы, занулив все координаты с номерами из С, все остальные координаты, не все, вернее, остальные координаты занулить, некоторые сделать не целыми. Наоборот, если мы берем систему общих представителей, то, желая занулить все координаты в ней, мы автоматически зануляем все координаты, которые находятся вне ее. Это означает, что дефект, наоборот, не превосходит Тау. И, стало быть, действительно теорема справедлива, Тау равняется дефекту. Субтитры создавал DimaTorzok